приходят вообще поработать но блин очень быстро и почему-то все уходят и теряются вот я хочу молодым и молодым сказать что если все готовы трудиться то в кино то конечно классно когда есть характер напор потому что напряжение очень высоко и вот у нас здесь операторы которые были на камерах степень напряжения на площадке когда у вас всегда как бы что бы ни происходило от вас зависит вот это мгновение вот эта скорость она очень высока то есть могу сказать что это очень непросто и здесь конечно люди отбираются по какому-то невероятно закаленному качеству они могут отработать картину со второй картиной уже не справиться а вот как бы здесь люди были классные то есть они были отобраны знаете как я отбирал на тесте был тест камеры и тест оптики в синелабе и как я сделал я посадил я значит встал я в центр в центр круга камеры поставил по кругу я вот поставил операторов и сказал значит так смотри ты снимаешь средний план ты снимаешь крупные ты держишь мяч а ты снимаешь мои ноги я начал бегать с мячиком его я могу сказать по центру они ловили и вот по первым тестам было все понятно кто может а кто не может то есть казалось бы вот поверьте мне потому что я когда я снимал эти тесты казалось бы что очень просто поймать мяч на самом деле это очень сложная задача эмоционально сложная то есть ты должен быть настроенный на игру а потом когда ты долго это снимаешь ты уже понимаешь по каким-то микро признакам что в этот момент отдаст опасно но вот это состояние но не у всех например я могу сказать что у нас было два оператора которые делали это безупречно безупречно то есть они интуитивно чувствовали мяч и и дальше абсолютно я как бы пару раз взял камеру понял что как бы это не моё вот но это это классно это как сказать это стоит за это сражаться я вот это такая яркая профессия они просто классные парни скажи пожалуйста а как вот при этих десятках диких количеств как ты проблему потолка мешал он же в кадр попадает проблему потолка мешал господин торопов потолка на самом деле ты просто не взорвался мозг еще до конца у вас может сложиться ощущение что в кромаке и снималась только финальная игра потому что игры все время говорят финальный матч две недели финальный матч 5 различных стадионов снята в одном павильоне все игры которые вы видите три игры в американских залах таких крошечных которые в три раза меньше чем вот это помещение и финальная игра и там свет везде разный собственно я поэтому и хочу что ты правильно сказал вот история была такая что там был хороший потолок просто в этом конкретном зале и мы договорились таким образом что хромакей был он был практически до потолка там зазор был там буквально 50 сантиметров поэтому ничего не делали там если фильм подробно смотреть там синефоль видно на прибор кое-где поэтому потолок был съемочный мы просто доскаивали в стороны сильно а вот про остальные залы может сказать идет по поводу почему была выбрана эта схема с хромакеем потому что много игр игр в картине и надо было конечно какую-то вот знаете как одну систему вот как система в съемках должна быть то есть должен не просто придумать как снять одну сцену должен предложить систему которая будет работать группой на все ситуации то есть и грубо говоря эта система должна она должна подстраиваться уметь быстро изменяться то есть тогда у вас не будет проблем с результатом а если эта система она не создана не придумана то с такой картиной сложно справиться то есть она должна быть абсолютно четко то есть система она она вынашивает результат а не индивидуальное решение от человека чтобы вы поняли что здесь нету авторского решения то есть это картина без авторского решения здесь картина как который просто решена коллективными решениями она теряет конечно теряет в изобразительном плане как авторское знаете как сказать звонкое яркое произведение но зато вы получаете энергию эмоцию которая то есть здесь надо просто выбрать например у актеров получилось или у вас у хорошего вот здесь знаете бывает очень сложно с таким количеством актеров вот починить их только себе наоборот лучше как бы уйти в сторону предложить им систему динамичную где они бы справились с этим кстати вот одна баскетбольная игра в песне вот мы с илюхой за нее сражались мы и вынесли на улицу вот образе не когда они играют на улице ночью значит эта игра была снята в мгу мы нашли когда искали на туру нашли заброшенный такой спортивный комплекс который был подарен правительством японии мгу для проведения игр по бейсболу классическая такая японская архитектура вот он заброшенный у него такой знаете как сказать уже было правильно бразильское состояние вот и и мы постелили там резиновый 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 пол оставили шикарные вышки которые художник значит смонтировал поставили освещение и сняли эту игру ночью вот с дрона подлетели с ним илюха нарисовал бразилию да нарисовали бразилию но для чего это было сделано мы могли использовать дым это было начало картины мы должны были зрителя как сказать не приручить неправильное слово да вы должны были узнать как подготовить к тому что у нас будут разные игры то есть немножко знаете как сказать ну разнообразить палитру игры потому что иначе бы они все были одинаковые то есть надо было какой-то по фактуре абсолютно другую предложить игру и вот в этом смысле московский вот этот вот зал не зала эта площадка уличная она нам очень помогла я кстати очень благодарен до сих пор что она есть по поводу вот кстати освещение здесь операторы все операторы и нет вот освещение здесь но часто высвечено просто пространство но когда вы высвечиваете пространство конечно самое классное когда у вас получается еще сохранить характер лица и портрета потому что когда вы высвечиваете спортивные стадионы есть проблемы что когда вы приближаетесь к артисту вы теряете ну вы должны сразу менять какой-то характер на лице например управлять контрастом но тут возникает быстрое проблема что там огромное количество источников которые нам создавали очень классный объем например вот эти 50 приборов наверху которые у нас работали они при том что они когда мы закрыли тряпкой в одну игру мы так сделали вроде бы очевидное решение создай мягкие мягкое освещение и все будет классно но в коже потерялся объем сразу то есть вы понимаете что вот эти линзовые яркости пиковые яркости которые вы вот как здесь вот они используются если вы сейчас их загрузите тряпкой кожа и вообще свет приобретет он приобретет естество но он знаете он станет искусственным каким-то ненастоящим то есть вот эти вроде бы сложные неоднозначные решения световые они дают вот какие-то классные мгновения лишние тени лишние какие-то блики лишний блик на коже который дает вот это правдоподобие а вот но здесь возникает другой проблем что когда вы подходите к артисту на крупный план вам легко например прикрыть днем например рамы там одну сторону и все у вас портрет готов здесь у вас так не получится потому что у вас от этой рамы возникает тысячи теней то есть казалось бы спортивное освещение вроде бы простое но у вас во-первых если у вас даже есть возможность подойти к артисту вы ничего с ним не сделаете и чаще всего конечно у вас просто крупная камера которая выхватывает артиста на длинном объективе это чаще всего соответственно свет должен быть готов как для общего плана так и для крупного и его и какие-то возможности сделать это по другому например если бы вы делали мягкий свет и у вас есть какое-то время что поправиться вы можете в этой картине это было невозможно из видить пространство и светить лица то есть вы должны были четко понимать что вот этот контровой у вас сейчас контровой рисунок который сейчас рисунок, он будет контрагмент. То есть вы его должны четко, абсолютно осознавать, абсолютно понимать, что вы развернете камеру, поставите, вот этот будет рисунком, вот этот будет контрагмент. То есть он соответствует вашим интересам, соответствует яркости, соответствует этому характеру. Вот вы сказали про шесть камер, и соответственно это большой материал, как вы уже отметили для режиссера. Насколько было ваше участие в периоде монтажа? То есть выбирали ли вы какие-то эти фазы нужные и так далее? По поводу монтажа, я глубоко убежден, что оператор, который в современном кино абсолютно точно должен разбираться в монтаже. Вот, кстати, Владимир Михайлович, он, в общем-то, первый мастер, который мне рассказал, что такое ось, и вообще как разобраться во взаимодействиях актеров внутри, когда там есть не два человека, а три, четыре, пять. Вот когда друг другом взаимодействуют, как вообще, откуда снять крупный план, а средний план в этот момент. А вот если вы сняли этот общий план, он вообще совпадает вот с этим крупным планом? То есть вот эти все взаимодействия все равно, а режиссер, он не может, ну как бы наши режиссеры, они не могут удержать. Вы, предполагая, побежали там, поставили камеру, но вы не можете понять, что эта камера не монтируется, потому что у вас есть ровно пять минут ее поставить. Переставить вы ее не можете, потому что уже без нее снимут. То есть вам нужно четко понимать, осознавать, как это монтируется, монтируется будет. На монтаже вы не присутствуете и вы не участвуете, поэтому вы участвуете на подготовке. И вот эти оси, все контакты, все взаимодействия, конечно же, вы должны проработать на подготовке. У вас есть главный план всегда в любой сцене, у вас есть укрупнения, у вас есть сверхобщие планы, у вас есть вот эти самые главные эмоциональные кадры, которые как-то разворачивают внимание зрителя. Но зритель всегда должен ориентироваться. Если зритель не ориентируется, ему становится неинтересно, он уходит из кинотеатра. И да, я считаю, что, в общем-то, ориентация зрителя – это одно из самых важных, за что отвечает оператор. Вернусь к цвету немножечко. Был ли соблазн сделать более стилизованную цветокоррекцию? Потому что это 70-е пленочные изображения, можно было бы сделать это чуть теплее, может быть, добавить зерно, например, «Город Бога» или «Наркус». Понимаете, что это такое поле? Менее балансное освещение, более стилизованное? Не освещение, а цветокоррекционное? Ну вот у меня не было такого соблазна, потому что могу сказать, вот на подготовке как-то мы сразу договорились, что это будет выглядеть вот так, как на этой фотографии. Вот. Да, и здесь у нас яркие, внятные, конкретные цвета. У нас есть явная кожа, у нас есть присутствие холода и зеленого. У нас есть, в общем-то, контрасты, с которыми мы договорились. Присутствие белого, и эта яркость белого у нас на экране вот такая. И здесь, на самом деле, кстати, вот тоже, кстати, непростая задача, скажу вам так, сохранить и выразительность, и световое пространство единое. Потому что, понимаете, смонтировать, например, световой рисунок в трех кадрах сцены – это одна задача. Смонтировать ее в 33 трех кадрах, и чтобы у вас все это монтировалось – это другая задача. Казалось бы, вроде бы кажется, как бы она естественна, но вы не можете себе позволять какие-то радикальные потоки. Потому что, грубо говоря, вы понимаете, что вот эта камера, она проигрывает сразу. Вот это направление проигрывает, а вот это направление выигрывает. То есть здесь, ну, короче, здесь непростая задача вот именно это понять. Где вот эта яркость решения позволяет, где вы выигрываете больше – в ритме или в свете. Понимаете, то есть вот здесь вам, ну, как сказать, свобода перемещения камеры тоже очень важна. Потому что самый выразительный свет, он ограничивает движение камеры, как вы понимаете. То есть, как только камера туда побежала, что-то она все, бежи, пропала. Это как бы свет создать очень сложно. Да, то есть, соответственно, вы должны четко понимать, что, да, статичная камера, легкий плавный навес, еще чего-то управлять можно. Как только у вас шесть камер, и все это снимается одновременно, вы должны предложить одну единую схему, которая будет работать и будет выразительной. Поэтому здесь и палитра, она тоже, знаете, как сказать, выбрана стабильно, спокойно и результативно. Я вот еще раз вам говорил, что здесь потеря есть авторского решения, потеря, чтобы вы понимали. Но вы выигрываете в динамике, в перемещении. То есть, все равно вы на весах что-то как бы сохраняете, понимаете, это баланс. Но здесь потеря себя. Конечно же, нет у оператора. Вот в этой картине здесь оператор-администратор. Он просто организовывает процесс. Он бегает и рассказывает, что всем снимать. Он не снимает как художник, чтобы вы понимали. Он просто администратор, который бежит и говорит, так, ты здесь отличный администратор. Я хочу сказать, что и Игорю, и картине очень повезло, что режиссер Антон Мегердичев такой мастер монтажа. Потому что справиться с таким количеством кадров и так справиться не всяк сможет. Вот просто Антон Мегердичев, он потрясающе умеет монтировать. Вспомните метро, вспомните «Мой с тенью». И это, конечно, другой режиссер вряд ли бы с этим справился. Это повезло вам просто. Простите, я вступлю сразу в некоторую. Дополню. Режиссер Антон Мегердичев еще и автор, ну так, примерно 500, наверное, монтажных роликов на телевидении. До того, как он стал снимать кино. Я как раз хотел спросить Игоря о работе с режиссером. Потому что, ну, в общем, ты так подробно рассказал сейчас, но похоже, что все кино сняла твоя команда замечательная и Илюха сделал. А расскажи, пожалуйста, что, какая, как работает с режиссером вот таких замечательно больших многокамерных проектов? Какая его функция? Какие были сложности? Это действительно замечательный монтажник. Вообще мало, по-моему, кто у нас так умеет монтировать. Расскажи, пожалуйста. Значит, если это ощущение сложилось, это ошибка. Так не должно сложиться. Значит, сценарий игры и вообще сценарий фильма написал Антон Мегердичев. Чтобы вы понимали вот эту ответственность на себя, что на экране будет интересно смотреть 8 игр подряд и последняя игра будет 50 минут, взял на себя Антон Мегердичев. Антон Мегердичев сказал, что я знаю, как сделать баскетбол, который будет современным и классным. Когда он это сказал, я не знаю, знал он это или нет, но он это сказал и ему поверили. Значит, именно он придумал, я уже говорил о том, что этих аватар. Именно он придумал, как бы он ходил со мной на все эти баскетбольные игры и мы с ним учились снимать баскетбол. Именно мы с ним монтировали внутри эпизода камеры и понимали, как это снимать. Но я хочу сказать, что смотрите, в современном кино, это вот мой опыт, я не говорю о том, что это какой-то опыт для всех. Мой опыт таков. У режиссера нет возможности ставить камеры. У режиссера есть возможность получать и видеть результат на экране. То есть мы с ним просто договариваемся, что мы сейчас работаем с этим куском. Он бежит к артистам, я бегу ставить камеры. Мы с ним встречаемся после первого дубля у плейбэка и говорим, получилось или не получилось. То есть он видит, что ты поставил сюда камеру, отлично, ага, сейчас я ему скажу, что здесь сделать. А я ему говорю, слушай, по-моему, он не в ту сторону поворачивается. Он говорит, да, сейчас мы это поправим. То есть скорость работы такова, что нет возможности сидеть, подумать и что-то сказать о том, что я занимаюсь камерами, он занимается актерами. И мы, в принципе, не пересекаемся. Мы посмотрели, поняли, что да, все это классно. Он мне говорит, так, мне еще должны здесь ноги и общий план. Я говорю, окей, все, сейчас сделаем ноги и общий план. И я какие-то камеры перенаправляю сюда. Мигер Гичев, человек, который в этом материале, вот при таком гиком количестве, я знаю, почему я, например, себе позволил эти шесть камер. Во-первых, потому что я понимал, что он абсолютный, как бы уникальный специалист в этом. У него хватит терпения, у него хватит, как сказать, четкости восприятия материала, потому что это не все люди могут воспринимать такое количество зеленой тряпки материала. И он сможет создать зрелище. В общем-то, все, что вы сейчас увидели музыкально, смонтировано, весь баскетбол, это все дело рук одного человека, Антон, который все это чудо, эту эмоциональность создал на экране. Вот, в общем-то, все его сделано его руками. Игорь, вопрос следующий. Понятно, что кино современное, но о событии 72-го года. Вы сделали в хорошем смысле этот баскетбол агрессивным. То есть, понятно, что он был совершенно другим, это даже очень ясно не болельщикам баскетбола по последним кадрам этого фильма. Как был сделан тот самый баскетбол, например. То есть, я понимаю, что, может быть, в моем вопросе уже достижится ответ, но, тем не менее, все-таки это путь. Потому что вы максимально приближались к аутентичности события. А сделать его таким в этом ритме, и таким, повторюсь, агрессивным, и зрительским, именно кинотеатрально зрительским, это довольно такое решение. Как пришли? Ну, мы много раз пересматривали эту игру. Вот, мы к нее вообще были как бы все влюблены. Мы за каждым игроком у нас в сценарии был характер. Мы про эту уже, я говорил, индивидуальность, мы эту баскетбольную у каждого вели. Вот, соответственно, мало того, что у нас есть еще тренер, который этот баскетбол меняет. То есть, у нас должна была быть одна команда, которая в финале станет другой командой. И поэтому она победит. То есть, вот этот список необходимых вещей, наверное, и подтолкнулась к тому, чтобы выбрать вот этот вот способ. Достаточно агрессивный. Как только у вас не агрессивный баскетбол, у вас потеря характера. У вас, вроде бы, вы выигрываете в атмосфере, потому что есть над чем работать, да. То есть, у вас камера успокаивается, у вас меняется как палитра актерской игры. То есть, у вас не мгновение реакция, а у вас вы можете позволить себе две-три секунды. Вот здесь уже мы себе это, как вы поняли, что это такое количество участников, от которого это зависит. Вы понимаете, у вас на поле играет с одной стороны пять игроков, с другой стороны на скамейке у вас сидит семь игроков, с одной стороны другой. У вас два тренера и два помощника. У вас зал. То есть, у вас в одну секунду взаимодействует огромное количество людей. То есть, если вы, да, можно пойти по пути спокойного решения, но тогда вот эти взаимодействия, вот эти яркие характеры вы потеряете. То есть, мы поняли, что пускай лучше мы увеличим темп, мы усложним себе задачу производственную, но мы сохраним вот это участие всех для победы. Понимаете, одни мешают, американцы мешают нам победить, мы хотим победить. И вот в этом противостоянии, когда вы и американцам успеваете показать, и наших, и он и зал как бы отреагировал, и тренер посмотрел. И появился еще один человек, это диктор, который все это воспринимал. И есть эфир, то есть, эфир тоже герой, который, в общем-то, кстати, с точки, в общем-то, ось, о которой мы говорили, ось это и есть эфир. Мы думали, откуда ось вот этого матча. Вот мы все посмотрели баскетбол и поняли, что это и есть ось нашего рассказа. Соответственно, вот это решение баскетбола, конечно, это для того, чтобы усилить участие всех для результата. То есть, вот этот ритм позволяет вам быстрее, быстрее, быстрее всех показать. Можно, Мальки, вопрос? Продолжить его цвета, на самом деле. У вас разная оптика, где-то было 22 диафрагмы, где-то плюс-минус, да? По сравнению с шириками, у вас там 5-6 ступеней было, правильно? Ну, то есть, судя по заднему плану, который у вас там уже разбытый, да? То есть, там 4-5-6, может быть, диафрагмы. В целом, там большая довольно-таки разница. Так вот, чем вы фильтровали? Если какой-то там паразитный цвет от этих фильтров, и вы их сводили на посте, или все-таки старались еще использовать, ну, фильтры перед эффективами, да? Когда бутерброд там большое делаете, или там крепкий ставите, у вас идет оттенок там зеленый, не важно какой, да? Вы на посте это сводили или использовали что-то? Ну, и дополнительно, может, для смягчения кожи, там еще чего-то, может, еще какие-то использовали? Да. Но здесь, конечно, при таком количестве камер, да, вам где-то нужна диафрагма 2.8, где-то вам нужна 22. Конечно, у вас есть полный набор фильтров, которые все это сводят. Вот это НИСИ были, по-моему, вот эти южнокорейские фильтры. А? Сири? НИСИ. НИСИ, да, вот НИСИ, вот эти японские. Вот эти фильтры, которые, в общем-то, в принципе, нормально работают. Вот. Но это, честно говоря, я этим даже не занимался, это были механики. У меня был экспонометр, вот, который мерил мгновение. Я ей говорил, что, может, так, у вас здесь стоит какой фильтр? Они мне говорят, такой-то, такой-то. Я ей говорю, так, убираем, ставим 1.2 быстро, там, вот здесь вот, диафрагма не та стоит. Вот. И это все происходило, кстати, в громкую связь или в микрофон. Потому что камеры часто далеко находились, и бегать каждому уже сил не было. Вот. Да, все, на самом деле, было ровно, фильтры вот эти НИСИ, там было все достаточно хорошо. Но у нас был классный колорист, это был Золотарев Саша, который все это спас вообще. У меня было с этой коррекцией, как бы, там, сложный путь, не хочу про него рассказывать. Вот. Но Золотарев справился классно с ней, и это колорист CGF. Вот. Он сделал огромное количество работы за неделю. Эта картина за неделю попрашивает. Да. А, все замечательно с баскетболом. А, вот, квартира главного героя Машкова. Это павильон? Да. Плохой павильон. Да. И видно, что павильон плохой павильон. Вот. И видно, что фон туфтовый там, и в общем. А здесь, конечно, все непросто. Вот. Здесь мы не справились. Во-первых, ну, наверное, не хватило расстояния до фона. Потом фон. Фон не тот выбран. Может быть, как бы режим освещения еще неправильный выбран. Может быть, контраста было нужно добавить. Но у нас там был пасмурный день. И надо было как-то все это с пасмурным днем решать. Вот. С пространством могли ошибиться. Я попросил чуть больше. Наверное, это не нужно было делать. Вот. Достаточно, как бы, увеличить там на десять процентов. Я увеличил на тридцать процентов квартиру. Что тоже видно сразу. Ну, да. С павильоновым непросто. Это правда. Владимир Михайлович, видите, какой зоркий глаз. Да. Еще одна сцена. Там вот, когда они лежат на этой кровати. Там, где у него приступ потом случается. Вот она какая-то совершенно не из семидесятых. Это из такого американского кино, когда камера улетает наверх. Да. Потом как-то выворачивается вниз. Ну, какой-то прямо, да. Вот, кстати, это проблема яркости вот этого кадра. Я вам скажу, откуда она вообще появилась. Это была моя ошибка абсолютно. То есть, нужен был топ-шот такой, верхний кадр, где мы показываем, что они такие высокие, что они спят на кроватях, потому что кровати маленькие. Вот. Ну, я, как сказать, как неубгомонный человек, решил, что, блин, было бы классно это все в один кадр сделать, увести сюда камеру, когда они ложатся, показать, что они в гостинице и на фоне Арбата. Потом, когда они встают, наехать на Белова. Ну, как всегда, этот кадр разрезали. И... Вот. И это стало глупо выглядеть. Вот это, кстати, как разговор о том, что если бы я был умнее, то я бы этот кадр не двигал, а сделал бы статичный кадр. И он бы, на самом деле, не был бы таким нарочительным. И вот это яркое движение, которое внутри одного кадра смотрелось как-то естественно, потому что оно взаимодействовало с актерами. Но когда вот актеры разбили эту склейку, это смотрится, согласен, неестественно. И это, конечно, моя вина. Опять же, это не режиссер, а вина. Режиссер, он по актерам. Это значит, надо было мне думать, что остальные либо кадры не снять, чтобы он уже ничего не мог сделать. Вот. А здесь я сделал и то, и другое, и сам себя подставил. Вот и все. Кстати, мы очень часто, если мы понимаем, что вот эта фаза, мы снимаем только эту фазу, а когда вы снимаете на шесть камер, проблема в том, что другие камеры могут снимать какую-то чепуху в этот момент. И у нас с операторами была договоренность, что он либо не снимает этот момент, понимаете? То есть, либо шторка закрыта, либо она отвернута в пол. И он вступает только, когда ему нужно. Потому что, если мы будем все снимать, все подряд, поверьте мне, там такое насоберут, что... Да. Вот. Поэтому здесь очень четко надо выдавать результат. Плотно рукой, там, не знаю, пальцы хоть какие-либо покажи противные, но главное, чтобы это не было взято. Скажите, пожалуйста, а по натурным съемкам были какие-то проблемы со светом, с погодой или как-то решили? Натурные. Ну, вот у нас натура, вот этот баскетбол в Бразилии, мы снимали уже осень, у нас была проблема, мы выбрали резиновый пол, и это было уже осень, и стало скользко играть. И там даже видно, они скользят. Потому что там холод, нулевая температура. Вроде бы Бразилия, там пара изо рта. Вот. И с этой не была проблема. Плюс у нас, например, мы научились собирать большую раму 40 на 80 футов. Это 25 на 12 метров хромакейная. И научились ее ставить одним краном. Что для нас тоже, кстати, событие, казалось бы, было вроде бы такое местечковое, но для нас это событие. Потому что мы, например, в том же Арестово мы могли поставить между двух домов одну раму и привязать ее к балконом, и вообще не думать про это направление. Оно у нас было абсолютно сделано по хромакею при любом ветре. Эту раму мы использовали несколько раз. Она, в принципе, дала определенный результат и дала определенную свободу для работы. Вот. Это про натуру. Плюс натура там, например, в Америке, когда мы снимали 8 лет 3 дня, была ужасная погода. Было 10 градусов, был дождь, и вот эта игра в баскетбол, там все полилось, было холодно. Мы снимали в этом даунтауне какая-то подворотня, и полилось из-под всех этих щелей. Прямо мячик липкий, они друг другу бас отдают, не хотят. То есть там такое было состояние. Он вонял вообще. Состояние было не очень приятное. Вот. Кстати, по поводу стадикамщика. Чтобы вы понимали, вот у нас, например, в Лос-Анджелесе приехал стадикамщик. Он снял вот этот выход из автобуса. Вот. Был фокус-пуллер тоже местный. И представьте себе, солнце Лос-Анджелеса, стадикамщик и фокус-пуллер, который вводит фокус по монитору. Там этот монитор не то, что не видно, я просто на него смотрел, я понимал, что у меня сейчас я просто могу привести какой-то ужасный материал. Я этого фокус-пуллера не знаю. То есть я вообще не знаю, что делать. У меня какая-то паника. Я закрываю диафраг, и у меня становится какая-то... Какая-то жесть была. Стадикамщик, который вообще не понимал, куда им идти. То есть он какой-то просто вот абсолютный. Я ему после смены крепко пожал руку, хотя он был на 3 дня заказан. Я ему сказал, я тебя благодарю. Вот. Ты свободен. Он сказал, классно, чувак. Я подумал, что он так радуется. И его уволили. Он сказал, классно. Блин, мне очень понравилось. Подошел к продюсеру, а он мне за 3 дня, пожалуйста. Вот. Ему заплатили за 3 дня. Вот. Но он был ужасен. То есть в этом смысле наши стадикамщики просто на 5 долларов выше. Вот. И здесь фокус-пуллеры у нас тоже, конечно, я должен сказать, классные. Поэтому все остальное мы сняли уже с рук. А по свету какие? Вот. По свету. По свету там, на самом деле, в принципе, я вам скажу так. Почти не было никаких таких сложных задач, кроме ночных, которые мы там решали. Знаете, мы придумали, что с Чугреевым, с Гайфером своим, что давай не будем делать Луну, а давай будем делать городское освещение Москвы. Это яркие источники, которые стоят вдоль крыш, но вот которые как-то все это фиксируют. И мы так себе это и придумали. В принципе, там очень мало натурных сцен. Вот. И так мы спрятались за это. То есть они, в общем-то, были тоже, так вы знаете, как сказать, мы начали спортивно освещивать город. Как спортивные стадионы. То есть, чтобы это какой-то был единый характер. Ну вот, в общем-то, все. Про натуру. Я, в принципе, здесь почти не светил на натуре. Я вам скажу так. Светить на натуре надо уметь. Вот. И смелость нужна, и надо работать одной камерой. Вот. И время нужно, чтобы иметь возможность как поставить прибор, так его и убрать. Потому что проблема, что ты можешь классно очень сделать первый кадр. С утра все поставить. А через пять минут тебе это все надо убрать, потому что вы развернулись в другую сторону. То есть это все, в общем, непросто. А когда у вас там 40 кадров, сзади вам надо снять это все туда-сюда. Это непросто. Поэтому свет старался на натуре использовать мало. Рамами чуть прижимал и все. Этого было, в принципе, достаточно. Но вот, кстати, по поводу этих белых пространств. Знаете, я могу сказать, что на подготовке здесь была... Я увидел эту проблему, что когда мы выбрали эту олимпийскую деревню, белая деревня, и по направлению солнца было видно, что эти яркие дома. И по периоду, когда мы снимали, там было понятно, что мы попадаем на эти белые дома по яркости. Вот, и честно говоря, для меня была паника, но я уже ничего не мог сделать. Что мне было делать с этими домами? Я это спасал на коллекции, я скажу так. Вообще, по-хорошему, подготовка оператора заключается в том, чтобы не решить проблему на площадке, а, конечно, все проблемы решить в подготовке. То есть, вот если вы стену покрасили, зная, что вы в этом направлении снимаете в 12 часов, если выйдет солнце, и у вас будет все классно, вот это вы классно подготовились. Но если у вас вышло солнце, и у вас яркая стена, и вы такие режиссеры объясняете, мы сюда снимать не можем, то, в принципе, вы не очень справились. Вот, как бы, такая история. Подготовка вообще на такой картине это самое главное вообще. То есть, сейчас есть шикарные программы, которые снимают все эти видеокадры с нашими... Ну, то есть, я про... Я сейчас маленькую рекламу вам сделаю. Понятно, что вот эта шикарная программа Artemis Pro, которая абсолютно в нужном формате вам снимает видео. Вот, берете, покупаете маленький стабилизатор, снимаете все эти аниматики, в любой программе это все клеите, и когда вы склеили это свой, на освоение вы склеили сцену, режиссер увидел ритм, вы увидели ритм, вы увидели какие стены, с художником мы проговорили все эти направления, вы увидели сколько у вас окна в сцене, что вот, например, я сейчас вижу, у меня не хватает естественного света для восприятия как бы живого пространства, нужен все-таки, необходимо окно, нужны какие-то яркости. То есть, это все тоже супер важно. И, конечно, слава Богу, что у нас есть вот эта штука, которая нам позволяет круто все... Если у вас есть время, то это надо все делать. Плюс карты местности, артель этот, который Sunseeker вам показывает, где солнце в этот момент, и вы говорите, что эту сцену мы снимаем. В 16.00, а в 15.00, и это важно. И это, наверное, сейчас для натуры, для работы со светом на натуре самое главное. Выбрать время, когда вы цените. Вы рассказывали про эти белые дома. Это, я так понимаю, те сцены, которые в Олимпийской деревне... Правильно я понял. Да, я заметил, обратил внимание там историю с отраженным светом от этих белых домов в сцене, когда схватили заложников, и, собственно, там принимается решение, что сливать этот матч, чтобы уходить от игры с американцами. Вот, я обратил внимание, как, ну, действительно, колорист хорошо поработал, потому что там в одном кадре есть контрабой такой, теплый, чувствуется, солнечный, от белого здания отраженный. И в следующем уже, видимо, там, не знаю, облачко закрыло. Ну, то есть, хорошо колорист сработал, да? Хорошо подтянули. Самая современная техника во всех ваших картинах. Скажите, вот техника, то есть есть некий замысел, и вы реализуете с помощью техники. А сама техника помогает вам, то, что называется, стимулирует какие-то изобразительные решения. То есть, вот тот же самый паук, помог вам что-то такое создать, что вы даже и не думали. Открывает необычный способ изображения. Да, да. Значит, техника, на самом деле, это система, вот я то, что называю, система, которая позволяет вам быстро ориентироваться внутри сцены и ситуации. То есть, вы можете только предполагать, вот на сложных постановочных сценах, где огромное количество взаимодействия, актеры не всегда у вас нет возможности эти взаимодействия, например, подготовить заранее. Например, сейчас мы картину про коньки снимали, и вот представьте себе мороз, лед, ветер, и все на коньках, и у них у всех взаимодействие. Но где вы соберете этих артистов, чтобы они все до съемки повзаимодействовали? То есть, вам необходимо выбрать механизм, который быстро сориентируется во обстоятельства. То есть, техника это для нас вообще спасение, для того, чтобы быстро сориентироваться в рамках этих задач. И классная техника, если она еще в классных руках, это вообще спасение для любой картины. Вот у нас в нашей стране выпускается огромное количество шикарного оборудования, оно самое доступное в мире, нигде дешевле вы оборудование не найдете. Вот. И у нас классные специалисты, поэтому вообще можете смело пользоваться. Вот. И развивайте это все, и, как сказать, используйте. Потому что от автороботов, до пауков, кранов, там скоростных дорог, все это есть, все это люди хотят, они ждут задачи, они говорят, ну почему к нам никто не приходит, почему нам никто не ставит задачи, не придумает. Мы готовы. Все говорят, все ждут каких-то решений, но, к сожалению, должен сказать, что операторы в нашей сейчас ситуации скромны и не приходят в эти компании, но надо, конечно, эту штуку менять. Техника нужна. Без нее вообще никуда. Это вот для таких картинок. Вот. Для... Быстрых. Скажем так. Да. Спортивных. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну тебе большое спасибо. Ты нас очень сильно просветил сегодня в каких-то вещах. Я знаю, что ты уже после этого еще две картины снял, как я понимаю. А про братство хотел услышать. А про братство отдельно потом поговорим, что это уже. Как говорят, тут показывают мне, что караул устал. Что надо. Спасибо тебе огромное. Тебе успехов. Ждем, ждем дальнейших встреч. Спасибо.